Доклад. Психолого-педагогические аспекты организации питания детей 2-3 года жизни. Лазуренко. Кто будет докладом? Светлана Борисовна. Значит, очень кратко, пожалуйста, постарайтесь. Буду стараться быть краткой. Время пошло, осталось. Я в своем докладе хотела бы поговорить в заключении о психологической составляющей пищевого поведения у ребенка. И понятно, что возрасту от 2 до 3 лет уделяется такое пристальное внимание именно потому, что в этом возрасте к его окончанию пищевое поведение ребенка становится социальным. И самое главное, что к концу этого возраста он уже самостоятельно, малыш, может осуществлять определенный алгоритм деятельности, то есть прием пищи, соответственно, тому образцу, которому его обучили взрослые. Хочу сказать также, что сам процесс питания является определенной деятельностью для ребенка, которая удовлетворяет его потребность в насыщении, а также дает чувство удовлетворения и комфортно, в том числе от того, что он общается с мамой тактильно, эмоционально, а также имеет определенные впечатления, пока реализует эту деятельность. Таким образом, мы можем сказать, что процесс питания имеет физиологическую основу, но проявляется и удовлетворяется социальным образом. На каждом этапе возрастного развития способы удовлетворения разные, и они становятся все более и более социальными, совершенными и сложными. Пищевое поведение имеет определенный ритм, который должен сформироваться у ребенка к 3 годам, темп, в котором принимается определенный объем пищи, побудительные мотивы, что является раздражителем, стимулом к тому, чтобы у ребенка возник аппетит, и каким образом у него будет формироваться отношение к тому или иному продукту, запаху или чувству насыщения. Ясно, что печевое поведение зависит от ряда факторов. Это, с одной стороны, состояние здоровья, в частности, работа центральной нервной системы или желудочно-кишечного тракта, а также та атмосфера, которая будет создана родителями во время питания ребенка. Понятно, что я уже обратила на это внимание, само пищевое поведение будет формироваться во время взаимодействия ребенка с мамой за счет обучения ее определенным образцам или формам поведения. При этом само обучение будет зависеть от соответствия тех форм и способов контакта мамы с ребенком, которые соответствуют даже его возрасту, индивидуальным возможностям психологическим и от той атмосферы, которую она создаст во время процесса кормления. Само обучение детей раннего возраста имеет определенную специфику. Оно может осуществляться в совместной деятельности или через подражание, которое чаще всего используется на втором-третьем годах жизни. И, конечно, закрепляется навык в процессе самонаучения за счет его многократного повторения и в результате определенной системы действий перерастает в привычку. При этом мы должны обратить внимание на то, что появление навыка, его наличие, свидетельствует об окончании этого процесса, а не на начальном этапе его становления. За счет определенного опыта, взаимодействия с мамой, целенаправленного процесса обучения в раннем возрасте у ребенка появляются совершенно не спонтанно определенные социальные показатели или достижения психического развития. Так, на концу второго года ребенок за счет систематической тренировки овладевает управлениями органов артикуляции, навыком жевания мягкой пищи, глотанием жидкости и чашки, а также с помощью взрослого овладевает орудийным действием, то есть умением есть с помощью ложки. Тот объем пищи, который съедает ребенок, позволяет ему 3-4 часа оставаться сытым, а сам объем пищи ребенок может съесть за 10-15 минут. Совершенно иная ситуация наблюдается к концу третьего года жизни. За целый год ребенок овладевает совершенным управлением органами артикуляции, он также хорошо уже пережевывает и глотает жесткую пищу, жидкость, съедает больший объем и самостоятельно начинает пользоваться теми орудиями, которыми его обучил взрослый. И посмотрите, к началу дошкольного детства он уже пользуется ложкой, чашкой, вилкой и ножом. При этом тот объем пищи, который он съедает, становится больше, и уже 4-5 часов он остается сытым и принимает этот объем пищи или осуществляет целенаправленную деятельность значительно дольше, до 20 минут. К сожалению, те знания, которые мы сегодня имеем, не обобщены в методическом руководстве едином, что сегодня уже отмечалось. И это, конечно, приводит к тому, что компетентность родителей в вопросах организации правильного питания детей крайне низкая. И сегодня мы уже слышали, родители спонтанно определяют те направления, рацион питания, который они прививают к ребенку. Соответственно, очень часто вот это несоответствие стиля воспитания и кормления в семье, который принят и установлен только, чаще всего, не от определенного объема знаний, от тех традиций, которые существуют в семье, приводит к тому, что возникают те или иные нарушения поведения у ребенка. Мы предполагаем, что если своевременный педиатр будет организовывать беседу с родителями, с членами семьи таким образом, чтобы выяснить те установки, которые существуют в семье, проведет анкетирование или опрос тестирования семьи, это позволит ему, с одной стороны, узнать установки родителей относительно воспитания малыша, какие традиции существуют в семейном опыте и, соответственно, с учетом этого, правильно выстроить процесс общения или консультирования родителей. Мы думаем, что это позволит определенным образом выстроить информацию, правильно ее донести до пациентов и родителей, воспринять более точно информацию родителями, а, соответственно, оптимизировать процесс питания с ребенком. Поэтому мы предполагаем, что в процессе нашей работы совместной будут созданы определенные методические рекомендации, а также диагностические инструментарии для участковых педиатров, которые позволят им более точно, индивидуально работать с каждой семьей. Таким образом, можно будет осуществить профилактику нарушения пищевого поведения у детей 2-3 года жизни за счет изменения социального или расширения оптимизации социального опыта семьи и тем самым формирования правильного пищевого поведения у ребенка. Понятно, что расширение видов деятельности участкового врача не может быть осуществлено без внедрения определенных специалистов или разделения этих обязанностей между различными участниками команды. В том числе, мы считаем, необходимо было бы дополнить эту работу такими специальностями, как педагог раннего возраста или семейный психолог. Мы думаем, что это позволило бы, с одной стороны, сконцентрировать деятельность врача на подборе рационального питания, контроля и своевременного проведения восстановительных мероприятий с детьми, если это необходимо, а также своевременно оптимизировать детско-родительские отношения и создать те необходимые условия среды социальной, которые будут способствовать формированию культуры поведения у ребенка. Мы думаем, что психолого-педагогическая диагностика сможет выявить своевременно, с одной стороны, психологический возраст ребенка и его актуальные достижения психики, а также первые предикторы нарушения, то есть особенности взаимодействия со средой, а также установить позицию родителей по отношению к кормлению или в широком смысле воспитания ребенка. Вся полученная информация позволит нам своевременно разработать педагогическую программу обучения родителей системе питания ребенка. Это, с одной стороны, распознавание коммуникативных сигналов, а также расширение представлений матери о тех потребностях возрастных, которые имеет ребенок 2-3 года жизни, обучить ее рациональному кормлению и информировать о том, как правильно общаться с ребенком во время этого процесса, также оказать при необходимости психологическую помощь членам семьи. Объединение этой информации позволит нам предупредить формирование неблагоприятного варианта пищевого поведения у детей, а также своевременно обеспечить родителей знаниями по вопросам рационального питания ребенка раннего возраста. Таким образом, мы предполагаем, что должен быть расширен стандарт оказания медицинских и психолого-педагогических услуг на амбулаторно-поликлиническом участке. И сама работа комплексной команды должна включать в себя три блока. Медицинский, как я уже говорила, контроль и профилактика нарушений в состоянии здоровья ребенка. Педагогическое сопровождение – это контроль своевременного формирования психологических достижений возраста и обучение родителям техникам правильного воспитания и питания ребенка. А также психологическое сопровождение с целью улучшения детско-родительских отношений и оптимизация психологического состояния пациентов. Все это нам позволит сформировать у родителей правильную позицию относительно воспитания своего ребенка, а самое главное – осуществить комплексный, дифференцированный, личностно-ориентированный подход к каждому пациенту. Спасибо за внимание. Спасибо большое.